бимама привет друзья это бимама и настюха и у нас радость настя вышла из онлайна и наконец-то ходит в школу еще совсем немножко уроков осталось онлайн по скрипке что выздоравливает наш педагог и онлайн у нас остается только английский а так а вы рады вернуться если вы еще вернулись можете написать в комментариях мы безумно ждали этого да особенно мы с димой особенно я ехать к любит школу ходить дистанционка это все равно ты просыпаешься 8 30 тебе надо сесть тебе надо приготовить заставить себя это сделать да а ты дома и ты хочешь лежать и ты хочешь кушать ты отмазки придумываешь говорю я клятвенно вам подтверждаю это наконец-то все стало на свои места пришли домой на яссо быстренько перекусила сейчас у нее будет английский это тот единственный предмет который точно останется у нас онлайн скрипка будет теперь очно танцы также ура а английский продолжится и летом и это действительно безумно удобно я вам сейчас покажу как настя занимается что и для чего и как расскажу в процессе на первой страничке школы лрать написано что они не заставляют учиться они влюбляют английский это абсолютная правда тут все очень понятно все доступно заходите смотрите уровни английского расписаны согласно умениям и знаниям их можно повышать двигаясь постепенно по программе честно скажу мы двигаемся медленно но я верю в лучшее что дальше будет немножечко проще и с каждым новым уровнем она будет разговаривать все лучше и свободнее кстати видите есть курс по майнкрафт тоже интересно для деток учителей очень много можно выбрать на любой вкус по любым предпочтениям посмотреть их видео визитку почитать отзывы они все опытные все прошли серьезнейший отбор всех есть опыт работы с детками старше 4 лет смотрите сколько страниц 22 страницы листайте смотрите знакомьтесь выбирайте и бронируйте урок кому-то возможно подходит больше очное обучение нас устраивает онлайн и 55 минут это идеальный формат для насти и по стоимости по киевским ценам это дешевле чем бы она ходила к репетитору в среднем у настки максимум 8 уроков в месяц больше мы просто не успеваем нам хватает но если вы хотите музыка давайте слушать и нажимаем эту музыку Каждый урок для Насти – это преодоление себя. Она ужасно стесняется, несмотря на то, сколько бы уроков ни проходило, она каждые минут двадцать первых только начинает настраиваться, разговаривать. У меня также было. Я знала всё, но как собака не могла выговорить ничего. И именно это мы сейчас прорабатываем, и потихонечку боремся с этой психологической проблемой. Знаний море, а сказать не может ничего. Вот по крупиночке, по грамулечке мы это побеждаем вместе с педагогами. Пиано. Пиано. Калимба. Пиано. Калимба. Пиано. 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 Я не знаю, что делать. Пиано. 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 Вот так вот в игровой форме и продолжается урок. Настя занимается в онлайн-школе изучения английского языка All Right уже достаточно давно. И почему мы выбрали именно эту школу? Мне нравится, что Настя занимается в своем ритме, решая свои проблемки. Она учится в школе, в классе с английским уклоном, но ей не хватает живого общения. А здесь педагоги-носители языка и индивидуальный подход. Это все в игровой форме. У него так строго «Так, что ты сделала?» Нет, это все очень легко, все в игровой форме. Все очень доступно и понятно. И это помогает ребенку запомнить. Ну тебе же легче так, правда? Когда ты играешь, когда ты что-то ищешь, эти кроссворды, это все очень классно. И еще это удобнее в онлайн, потому что у меня скрипка, сальфеджио, танцы, музелит, Вокал, история танца, история музыки. Это все надо бегать, ходить, учить. И у Настки в музыкальной школе шестидневка полная. Если бы нам надо было еще ходить к репетитору по-английскому, ну мы бы, честно, не вытянули и просто бы отказались от этой затеи. Здесь мне нравится, что носители языка, они общаются индивидуально с ребенком. У Насти постоянный вот страх начать разговаривать. И я вижу, как она его по крупицам, по чуть-чуть, потихонечку, потихонечку побеждает. Особенно во второй половине урока. Да. Сегодня очень классно, мы поиграли игру. Simon Says прикольная игра. Да, Simon Says. Каждый раз какая-то игра, какая-то игровая активность. И потом ребенок, он как бы и не концентрируется на грамматике, но потихоньку-потихоньку он выговаривает все эти предложения, выстраивает их правильно и запоминает. Мы на данный момент уже исчерпали все уроки, нужно заказывать новое, но мы это будем делать с июня. В личном кабинете множество материалов и домашек, и всего чего угодно. И по аудированию, то есть восприятию на слух. Играться, не переиграться. И читать, и что-то дорисовывать, и кроссворды. То есть ребенку это действительно очень интересно. И как вспомню, по каким учебникам скучно им учились, ребят. В принципе, как-то выучили тот английский, но почему должно быть скучно, когда может быть вот так, как здесь? Это же интересно ребенку сесть и играться этим. Настя очень любит, когда у нее есть свободное время, мы смотрим, выбираем что-нибудь интересненькое, и где-то минут 20 она тратит на повторения, на кроссвордики, на решение каких-то интересных задач. Она очень любит делать это на слух. Мама, кстати, ты рассказывала про приложуху в телефоне? Я еще не рассказывала. Про All Right. Это тоже с мини-репетитором Лисенком Чарли. Вы тоже можете себе ее закачать и потянуть свой английский. Приложение бесплатное для всех учеников школы All Right, а также в свободном доступе есть первые три уровня обучающих игр с Лисенком Чарли. Hi, let's play. I will show you a card and say a word, and you need to repeat it when you see a microphone. Brown. Brown. Super, well done. Let's go on. My favorite color is yellow. My favorite color is yellow. Wow, we're a great team. Вы, кстати, можете записаться на бесплатный пробный урок и сложить свое впечатление. Понравится, не понравится, заходит вам. Такие ли ваши ожидания от онлайн-школы изучения английского языка? Потому что каждый же имеет свое какое-то представление. Зайдете, посмотрите. Я вам сейчас покажу, как зарегистрироваться. Все очень легко. Записаться на бесплатный урок очень просто. Нажимаете вот эту оранжевую кнопочку, заполняете форму, и с вами свяжется обязательно консультант. Оговорите время, и будет вам урок. Также вы можете посмотреть перед этим, как уроки выглядят, как они проходят. Например, вот наш урок выглядит точно так же. Окошечко учителя в верхнем левом углу, внизу окошечко, в котором себя видит Настя, а посередине Чарли и все самые разнообразные задания. Все общение у нас происходит в WhatsApp. И, конечно же, нужно протестировать камеру и микрофон. Мы еще с Настюхой хотим попробовать записать ее в разговорный клуб, где собираются детки из разных стран мира, и с педагогом общаются. Мне кажется, это будет очень интересно. Вау, это ж можно найти себе друзей со всего мира. Да? И подтянуть английский, пообщаться с ними. Сделаем это в ближайшее время. А вы, кстати, при покупке пакета уроков единоразово можете получить скидку в 20% по промокоду БИМАМА. Пользуйтесь. А скажи-ка мне, дочь, а зачем вот это мы учим английский? Я хочу путешествовать по всему миру и иметь возможности иметь язык общий с людьми. И, возможно, я, когда вырасту, перееду, чтобы учиться скрипке в Германию или в Америку. Кто меня знает, куда меня принесет моей волной творчество? Творчество – это прекрасно, но общаться с педагогом тебе будет необходимо. Но мы еще начнем со следующего года учить немецкий потихоньку. А пока занимаемся английским. Да? Да. Но надо будет сделать домашнее задание и запланировать следующий урок. Да-да-да. Вам, кстати, легко даются языки? Потому что мне легко. Очень легко. Еще и с огромным удовольствием. Я все собираюсь усовершенствовать свои знания, потому что действительно бегло разговариваю, бегло читаю, отлично понимаю. Когда попадаю в языковую среду, у меня первое, конечно, два дня болит голова, я в жутком напряжении, а потом так начинаю разговаривать. И все. Хотелось бы, чтобы и у Насти сложилось так, а даже еще лучше. И я вам, кстати, все ссылочки, все, что полезного вам будет по школе All Right, я вам все оставлю в описании. Дальше смотрите, изучайте, заходите, проходите пробный урок и решайте сами. В любом случае, есть сейчас масса возможностей. Но надо не забывать, что никто за вас язык не выучит. Ничего не делает. Все равно нужно учить, что-то зубрить, что-то закреплять, что-то запоминать. Это процесс. И если вы хотите выучить язык, ну, надо просто принять как факт, что от этого надо научиться получать удовольствие. Даже от этой рутинной работы. Со следующего года, Настюха, будем изучать немецкий. Немецкий. Очень интересно. Настя, он просто необходим. Вот как дерутся заклинания в Хогварт. Далерка, можно выдержать от этого ребенка? Все, пошли делать твои уроки, Настюша. Кстати, сейчас у тебя передышки 15 минут. Почему 15? И скрипка. Урок по скрипке. Забыла. Урок по скрипке. Сейчас мы наберем Татьяну Николаевну. А после этого будем догонять те три дня, которые ты пропустила на даче. Во-первых, это мне. Во-вторых, меня тут нету. Милые виды, вот эта судьба, эта судьба, она требует ближе к стройнике обязательно. Ну, давай. Милые виды, вот эта судьба. Милые виды, вот эта судьба. Так, это ты по ноткам играла? Да. На память знаешь? Забираю, Татьяна Николаевна. Забрала ноты, играет. Вы себе представляете, какой это адский труд заниматься скрипкой по телефону, прежде всего для педагога. И она понимает и слышит, ну, ей 81 год, но она слышит, где Настя даже палец на мельмель поставила дальше или ближе, или что, куда, как. Сложновато, конечно, по телефону, но через несколько дней мы встретимся, и скрипка выходит из онлайна. Ура, 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 и наконец-то. Ну, пока так. Да, я показала, как есть на сушилке для белья ноты, приклеенные хвостиком скотчем, понимаете, к шкафу. Мы выживаем, как можем. Думаю, что вы тоже придумали очень много разных интересных приспособлений и методов, как же выжить с этим всем онлайном. Дима, от всей моей нестабильной психики я выношу тебе официальную благодарность за то, что ты делаешь с ней математику. Да, ты разделай на классы. Это сейчас мы догоняем то, что пропустили, и плюс Настя делает домашку. 209. Нет, ну 209. Сама? Не делает. Настюх, может мы тебя полностью на онлайн переведем, просто на домашнее обучение? Да, давай, у тебя же получается уже все. Нет, ну давай, ну чего ж ты, полностью. Не будешь никуда ходить. А что ты хочешь ходить в школу? Потому что не надо уроки делать дома, только ДЗ. Тоже хорошее, меркантильное. Нормальный интерес, я тоже согласна с этим. Я тоже согласен. Не будешь дома со мной делать уроки, будешь ходить в школу. У нас интересная программа, покажи свой тетрадь. Программа называется Интернет в Украине. И тут вот, я не знаю в этом году будет ли она еще, но Настя продолжит по ней учиться. Все она делает в этих тетрадях. Здесь и урок полностью с упражнениями. Дальше. И тренажеры, которые нужно вычислять. И так же все домашнее задание тоже здесь. Это уже за четвертый класс. На первый класс там было смешно просто. Два плюс один. Сколько это будет? Четыре. О! Чего ж тогда так было не смешно? Для тебя было это сложно. Два плюс два. Сколько мне два плюс два? Пять. Мы такие, Настя, пожалуйста. Знаешь, ты нас немножко отвлекаешь. Слово Настя звучит раз в сто делание урока. Раз в одну минуту. Радует то, что онлайн закончился. Дома только уроки. Десятки. И осталось три недели этого всего мучения. До сентября. Миллионы. То есть это сколько? Двести десять миллионов, двести десять тысяч, двести девять. Шикарно. А это? Боже, какой у нас умный ребенок. Двести десять миллионов, двести десять тысяч, двести одиннадцать. А это? Двести десять тысяч, двести десять. Нет, двести десять. А, двести десять миллионов, двести десять тысяч и двести десять. Да, запиши теперь тут этический вопрос. Запиши. Ты должен сказать не так, ты должен сказать Настя, да нет Дима, кстати, пришел после спектакля, после съемок, ну вот это наше вечернее Поэтому у меня как бы нет сил говорить Настя, поэтому да, Солнышко, пиши А так все говорит, да, нет? Пиши, пиши, любовь, милая Наше занятие, мне кажется, что занятиями детей пронизан весь наш день В принципе, сквозь эти все пути, дорожки мы прокладываем с Димой свои работы, свои планы, свои встречи, какие-то поездки Потому что Настин график достаточно четкий, в нем надо успеть существовать Корин пока еще такой, он просился на танцы, но мы решили со следующего года Скрипка пока на паузе, потому что Татьяна Николаевна была на больничном, она только выходит Там посмотрим, будет видно С таким маленьким ребенком надо заниматься стационарно и надо решать, будет ли он поступать в музыкальную Мы будем поступать в музыкальную школу? Все Будем? А на танцы? Будем А на футбол? Да Будем В общем, наш график со следующего года, это все, это не мы Давайте, давайте сделаем Сто Вот это Вот это Голод к знаниям, понимаете? Это на самом деле простое задание на логику, на какие-то речевые Смотри, что делает мальчик? Я знаю А это что он делает? Остановляется Остановляется? На самом деле он так прыгает, просто не знаю, что так остановляется в песок Ну вот, смотрите Остановляется А что он идет? А что он идет? Он идет А это? Плавает А что из этого всего ты любишь делать больше всего? Плавать Ты так и знала, что плавать А что делает девочка? Смотрит зеркало Смотрит зеркало, а здесь? Рисует А здесь? Смотрит зеркало А что она тут делает? Ручками Волосы Чесает волосы А это она что делает? Фоткет Фоткет Ну вот тут такие простенькие задания Слушай, назови мне эти предметы Сейчас покажу вам, смотрите Ну вот такой, вот тоже простенький Коли 4 года Я сильно не заморачиваюсь с ним Если я с Настей страшно заморачивалась И вы знаете Чесы Заморачивалась? До сих пор заморачиваемся С этим, может быть, будет иначе Это часы, а для чего они? Чтобы знать время Да, чтобы знать время А это что? Коньки Выкататься На чем? На леди На леди А это что? Гарочник А что им делают? Нет, пентеатую Пентеатую А это что? Телефон А зачем он нужен? Чтобы наберетный изводник А вот это что? Зонт А какого он цвет? Зеленый А от чего он защищает? От дождя А вот это что? На все умываю Что это? Ну, запутался Запутался? Запутался Потому что ты такого не видел Это электроплита Извини, малыш Электроплита Это был подвох Знаешь, что такое подвох? Нет Вот я тебе сейчас за кадрами расскажу Ролик-то про учебу наших детей А заканчивается матерью Которая, конечно, сейчас не учится Но работает А уже час ночи А когда еще можно работать? Когда ты целый день занимаешься в учебе Все равно больше и меньше Я так хочу уже дождаться окончания учебного года Мне кажется, что должно стать легче Но это не точно У меня еще чуть-чуть осталось Вот я сейчас допилю Допроверю Досведу Сохраню Боже, хоть бы не забывать сохранять Такое тоже бывает у меня Особенно ночью И посплю до семья Утром отведу Настю в школу Потому что Дима на съемках Вот такие наши будни Наполненные самыми разными хлопотами В основном приятными По большей мере Все Работать и спать Спасибо, что досмотрели до конца Как у вас с учебой? Вы как допиляли до конца года? Живы? Психика стабильна? Глаз не дергается? Дети как? Ждут каникулы? Или говорят Нет, наваливай нам еще онлайн А давай, мы еще хотим Нам мало было Потому что у вас такие Что у меня нет Все До встречи В комментариях, конечно же Жду вас, как всегда Субтитры создавал DimaTorzok